А из украинской казны Кабмин сегодня выделил 30 миллиардов гривен на ремонт дорог. Премьер Владимир Гройсман на заседании правительства устроил коллективный просмотр разбитых трасс для директора Украфтодора и всех министров. На мониторах мелькали кадры ям и трещин худших дорог в стране. После чего глава правительства сообщил, на реконструкцию в нынешнем году придется выделить втрое больше, чем в прошлом. Так куда же уходят деньги, которые выделяют на ремонт трасс? В Киев-Автодор сегодня нагрянули сотрудники СБУ и после своего визита заявили, чиновников подозревают в хищениях на 11 миллионов гривен. Детали у Людмилы Панасюк. Здесь, в коммунальной корпорации Киев-Автодор, с самого утра проводятся следственные действия. Ближе к полудню на странице компании появилось сообщение, мол, по непонятным причинам СБУ проводит обыски. Работа предприятия парализована, ремонтные работы прекращены. В самом СБУ намного позже, уже после обеда, объяснили, что выявили крупное хищение. Служба безопасности Украины вместе с Генеральной прокуратурой выкрали высокопосадовцев коммунального предприятия «Киев-Автодор» на привластные сотни миллионов государственных денег. Нам было установлено, что посадовцы «Киев-Автодор» привластировали деньги государственного и местного бюджета, которые выделялись на строительство, ремонт, эксплуатацию автомобильных дорог столицы, а также на поддержку прибудинковых территорий. В СБУ утверждают, руководители «Киев-Автодора» закупали материалы для дорожных работ по существенно завышенной цене. Средства переводили на счета фиктивных фирм, обналичивали и делили между участниками незаконной схемы. Как доказательство, во время обысков в офисах корпорации, кроме документов, техники и печати, изъяли также 4 миллиона неучтенных гривен. По факту хищения уже открыто уголовное производство. Обыски все еще продолжаются. Что касается самого «Киев-Автодора», он, по сути, обвиняет СБУ во вранье. Говорят, кабинеты на фото не наши, никаких миллионов и печатей не было, а все, что изъяли, это только документы. Но факт остается фактом. Досудебное расследование продолжается. Именно оно покажет, имело ли место миллионное хищение. Людмила Панасюк, подробности, телеканал «Интер». Редактор субтитров А.Семкин